Продолжение следует... 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 «Ешь... Продолжение следует... 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 Это вопрос опыта, опыта и желания, конечно же. Я проповедую новым людям давно уже, потому что я об этом думаю. Я об этом всегда думал, как людям доступно рассказать, как саму понять, как доступно рассказать. Я сколько помню, я об этом постоянно думал, поэтому это мой путь таков. И дальше с опытом все происходило. Я понятия не имел, что говорить. Я первую программу публично провел в Петербурге. В конце 80-х годов. Вы представляете, что такое конец 80-х годов? Это атеистическое общество. Я вышел в Тхоте босиком на сцену. Но это уже сумасшедшее, все уже. Как-то люди пришли, они не знали, что это. Тогда никто просто не кричит, что вообще не знал. Сейчас все знают, что это секта какая-то. Это вообще никто ничего не знал, ни хорошего, ни плохого. Все были просто коммунистами, они просто удивляли, что это человек в простыне, босиком на сцене. Ну, сцена, мало ли что, он сейчас покажет, хорошо? Они не были против на сцене, всякое может быть. И это первая была моя публичная программа. Меня заставили старшие предные, потому что все более старшие уехали в Индию, насколько помню. Да, 89-й год, совершенно верно. И меня вытолкнули на сцену, потому что я просто мог как-то вот в общении что-то там проповедовать, говорить. Они считали, что я могу, могу говорить философию. И я пошел. Меня парализовало на сцене, конечно. Настолько парализовало, что я смотрел на зал, а зал на меня. Я не мог взять в толк, что они на меня все уставились. Было очень неприятно, что все на меня смотрят почему-то. И потом на меня постепенно стало доходить, что я на сцене, люди ждут, смотрят. Вот говори же ты. Представляете, такой паралич был. Я не помню ни одного слова, что я говорю. Такой был страх, что-то я сказал все-таки. Передина говорит, вот видишь, а ты сказал, не можешь. А я говорю, нормально. Говорит, супер. Но у меня просто паралич был какой-то, потому что я боялся людей. Я не понимал людей. Но с опытом приходит понимание, конечно же. Страх уходит, потому что приходит понимание с опытом. Думайте, старайтесь. Каждый будет проповедовать по-своему. Каждый, каждый, каждый. В те времена мы все могли проповедовать. Каждый проповедовал. Кто в троллейбусе проповедовал, я помню. С людьми заговаривали просто. Сейчас, конечно, есть много возможностей проповедовать. Прямо или косвенно. И так, и так, и так, и так. Сейчас столько, столько возможностей. Почему в каких-то, в какие-то дни происходит раскрытие сердца перед божествами с любовью? Предлагаешь подношение Господу, а в какие-то дни нет этих чувств в сердце. Как достичь устойчивости в преданном служении? Почему так? Не просто как заставить, достать удовольствие Господу и почувствовать это. Не опирайтесь на чувства, на эмоцию. Не думайте, что когда мы это делаем с чувством, тогда Кришна принимает это. Нет, это тоже один из способов его контролировать. Кришна, я вложил чувства, ешь. Я чувства вложил только что. Ты должен съесть. Обязан просто. Я чувства вложил. Кришна может показать, что он от этого не зависит. Чувства вложил, он говорит, я не буду. Я что-то не голоден, знаете, нет аппетита. Бывает, что вы нет чувства, но вы сделали все как можно лучше при помощи разума. Долг выполняете свой, но все равно нужно Кришну кормить, но я буду это делать. Но без чувств, ну разум есть, но я как можно лучше. Кришна принимает. Вы чувствуете ответ? Он же не просто Кришна, он гуру. Он гуру, другого гуру нет. Он высший гуру. Он учит нас, преданному служению, что Кришна контролирующий сейчас остается. Вот он беспомощный, его нужно кормить, но он контролирующий, не я. Вот в этом процессе мы начинаем сознавать, кто Бог, а кто такой я. Очень много можно научиться служа Кришне, служа Божеству. Можно вернуться к Богу в этой жизни, служа всю жизнь Божеству. Я не могу читать 16 кругов. Хожу в храм уже несколько лет. Стараюсь всему следовать, общаться с преданными. Хочу когда-то принять прибежище на духовного учителя. Время уходит, что делать? Ничего страшного, время еще есть. 16 кругов, да, придут. Не паникуйте, старайтесь просто. Тут нечего отвечать. Старайтесь. Старайтесь, учитесь. Нет ничего невозможного. Это несложно 16 кругов, как кажется. Вопрос нашей решимости. Решитесь. Ну как прыгнуть сверху, в воду, с ним с парашютом? Надо решиться просто. Так же здесь. Все, сегодня 16 кругов. И прыгнули. И 16 кругов получилось. Разве это сложно? Если решиться. Нужна решимость 16 кругов повторять. Если нет такой решимости, сразу повторяйте 16 кругов. На 4 части пропадоделил. По 4 круга. В течение дня можно набрать 16 кругов. Если у вас ребенок, и четкий, не можете держать, вы заняты руками круглые сутки почти. Повторяйте по часам, смотрите на часы, язык-то у вас свободен. И повторяйте, смотрите на часы, повторяйте, смотрите на часы. Можно так или иначе набрать 16 кругов. Вопрос решимости. Просто посмотрите, что вы делаете вместо того, что повторяйте на часы кругов. У вас появится решимость сразу же. Желание быть счастливым – это грех. Грех – это желание быть счастливым за счет кого-то. Это грех. Но само желание быть счастливым – не грех. Это естественное желание. Это наша природа быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми. Является ли благотворительность честное выполнение своей работы? Благотворительностью честное выполнение своей работы. Честный труд – это хорошо. Хорошо. Своего рода, если это полезный труд, это уже благотворительность. Если это полезная работа, это тоже благотворительность. Совершенно верно. Если честно, делается тоже хорошо. Но не так много, но хорошо. Можно и больше делать. заботиться о тех, кто от тебя зависит. Служение ли это Богу? Это наша материальная дхарма, это не прямое служение Богу. Это наша материальная обязанность, это все. Но недостаточно этого. Нужно еще именно служение Богу. Это не прямое служение Богу. Еще не чистое бхакти, так скажем. Это хорошо, это все тоже от Бога. Бог заботится о близких людях, все хорошо. Но также нужно что-то для Бога делать. Потому что заботиться о своей семье опасно. Ради заботы о собственной семье мы можем обманывать другие семьи. Видите, что к чему это приведет обществу? Это не абсолютное благо. Адольф Гитлер очень заботился о своей нации. Вы знаете, как он заботился? В истории редко можно найти человек, который заботился о своей нации так. Но сколько зла он причинал другим нациям. Вот она забота, видите, какая материальная. Это и не прямое служение Богу, поэтому опасно. Всегда нужно что-то для Бога. Если у вас дома есть алтарь, всегда нужно что-то для Бога непосредственно делать. Хотя бы пищу вам предлагать, ту, которую мы едим. Уже у нас будет сознание Кришны, не сознание семьи своей. Это не вопрос. Тут приятные в польском туре находятся, да? Из Санкт-Петербурга. Они в польском туре сейчас тут пишут, передают поклоны. Они сейчас там плачут, что не с нами. А мы плачем, что не с ними, хорошо? Так будем взаимно, да. Так, последний вопрос у нас, да? Если появился шанс поехать в святую Дхаму, нужно ли бросить все и поехать? Это что означает все бросить? Бросить семью, работу или что? Да, русские сумасшедшие. Мы такими были, помню, да, тоже. Все бросить. Не то слово. Мы приехали в Дхаму уже, представьте. Приехали в Дхаму, русские. Я помню, это хорошо. В Риндаван, Дхама. В Фоглашером мы жили. Он не был так расстроен, как сейчас. Это были просто одноэтажные такие вот линии, комнат и двор большой. И мы вот заняли, русские, там целую линию. И все, как сговорились, сказали, мы обратно в Россию не поедем. Серьезно это было. Ну, там Дхама так раскрылась. Там такой духовный мир. Все сказали, а что там еще в России делать? Там одни демоны. Мы все, мы принимаем отречение. Мы в Бабаджи. Будем тут мантру повторять. Будем жить под деревьями. Паспорта выкинем в Емуну. Вот. Полиция нас тут не найдет. Мы по лесам разбредемся. И Джапу будем Кришну искать. Все. Это было на полном серьезе, на самом деле. Планы, конечно, были разные. Не только стать Бабаджи. Но, так или иначе, все решили оставаться. Я даже тоже не знал, какое-то время. А мне-то что делать? Все в арендавании остаются. А мне что делать? Мне, может быть, тоже остаться в арендавании. Этот слух дошел до Джи-Би-Си. Что русские преданные не возвращаются в Россию. Они все принимают Бабаджи. Вот. Остаются в Святой Дхаме. Все бросают, как тут написано. И они у полномочия Легопал Кришны Госвами. С нами разобраться. Я помню, как он пришел разбираться с нами. Для нас Легопал Кришны Госвами был, ну, божество. Вот. Сейчас, когда я его вижу, я всегда вспоминаю это время. Для меня это такой садх вообще в сердце. Настолько близок мне. Потому что вот с самого начала он знает нас всех. Как-то вот заботится. Такое сердце у него, знаете. Большое, отцовское. И вот он с Дандой взял Данду. И первую дверь открывает. Говорит, так, с вещами на улицу. Вторую дверь, с вещами на улицу. По всем дверям пошел. Говорит, так, все в Россию проповедовать. Вон из арендавана. Поехали отсюда. Горубакарадж, Горубакарадж. Говорит, ну, я хочу еще побыть в Дхаме. Еще хочу манту. В Россию проповедовать. Проповедь важна. Нечего сидеть в арендаване. Вы уже все получили. Идите, отдавайте. Всех выгнал. И с тех пор, как только мне идут в арендаване, всегда спрашивают, ты когда уезжаешь за арендавану? Иногда я даже смотрю, Гопалка, Кришна, Гасвами. Я уже в другую сторону ухожу. Думаю, сейчас намекнет, что-нибудь скажет мне. А мне неудобно. А у меня уже был билет на следующее число, помню. Я иду так спокойно по дороге, на встречу Гопалки. Говорит, Кришна, Гасвами. Я так бесстрашно иду, потому что у меня уже алиби хорошее. Завтра уезжаю, все. И он опять подходит. Когда уезжу с арендавана? Я говорю, завтра. Она говорит, а я сегодня. Такие лилы. Не то, что нужно все бросить. Я не знаю, это индивидуально. Я не могу дать такой совет, но если вы так сделаете, я ничего плохого о вас не буду думать. Но я этого не говорил, хорошо? Потому что тхама есть тхама. Ну, это особое отношение. Если вы так льете в тхаму, один преданый пошел даже пешком через Гималайю, помню как-то. Молодой он был, неопытный. Шоколад взял. Думал, достаточно. Шоколарийный. Шоколад. И можно Гималайю пересечь и в Индию прийти пешком. Даже так кто-то собирался. Видите, какая решимость была? Нет, не дошел, конечно. Вернули его. Вернули. Его бы там застрелили на границе, говорит, потом сказали. Там какой-то человек самоубийством хотел покончить в горах. Тот его спас. Спас и спросил, а ты куда? Говорит, я, говорит, в Индию. Говорит, нет. Не пытаясь. Говорит, там граница не охраняется. У нас снайперы сидят. И все, кто пытается пересечь, их отстреливают там. Там нет ни суда, ни следствия. Там все пропадает без вести. Не ходи туда. Так он вернулся обратно. Такая история была. Но, да, я помню, такое желание быть в Дхаме было очень сильное. Но не пытайтесь, скажите, все бросить. Как-то устроить какие-то дела, чтобы съездить, вернуться обратно. Я думаю, по-другому, конечно, вы понимаете. Но советовать не могу так сейчас. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ